У нас сейчас в стране чрезвычайная ситуация, границы закрыты, но тем не менее, с началом дачно-огородного сезона, который все равно рано или поздно откроется, жители Эстонии будут привозить из России семена растений. Однако специалисты напоминают, что ввозимые из-за пределов Европейского Союза семена должны иметь фитосанитарный сертификат. И более того, исключения, которые раньше позволяли привозить семена для собственных нужд, более не действуют. А мы поговорим о запрете более детально со специалистом по развитию налогово-тамуженного департамента. У нас в студии Александр Миксюк. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, когда ввели эти ограничения? В отношении семян ограничения существует два. Первый из них это касается культур сельскохозяйственного производства. То есть тут, например, у нас огурцы, помидоры, капуста. Эти ограничения действуют уже в течение пяти лет. То есть те семена, которые касаются к культур, их ввозить из стран, скажем, наших ближайших соседей России, Украины, Белоруссии, запрещено вообще. Даже при наличии фитосанитарного сертификата. А почему? Давайте поясним все-таки, почему такой строгий запрет? Чем они опасны? Дело в том, что Европейский Союз пытается ограничить распространение заболеваний, которые можно привезти с растениями. И для того, чтобы эти семена можно было ввозить, страны должны пройти соответствующую сертификацию со стороны Европейского Союза. Ни Россия, Белоруссия, ни Украина данную сертификацию не проходили. И во всем мире только 17 стран, которые прошли данную сертификацию, из которых можно ввозить сельскохозяйственные культуры. Здесь, наверное, нужно пояснить, а чем они опасны? То есть это какие-то вредители, которые могут быть занесены, скажем, с этими семенами на территорию Эстонии и распространятся здесь? Давайте раскроем тему. С семенами возможно ввести очень вредные, быстро распространяющиеся заболевания. И чем опасны семена? Тем, что они создают новые очаги заболевания. И с этих вегетативных растений они очень быстро и легко распространяются на ближайшие растения, которые есть. И если мы будем, например, говорить про заболевания, которые распространяются семенами помидоров, они очень коварны. И дачнику, любителю, может быть, сложно их сразу определить. Он смотрит, что больное растение выкидывает, скажем, в компост, оттуда оно идет дальше, распространяется по участкам. А насколько длинный вот этот перечень запрещенных трав? В принципе, запрещены все растения и все товары растительного происхождения. Здесь мы говорим о семенах, мы говорим о саженцах, деревьях, кустах, цветы срезанные, цветы горшочные, домашние. Абсолютно все растения. Фрукт, овощи. Ну, вы сказали, что есть растения, которые попадают под категорию, что им даже фитосанитарный сертификат не поможет. Но все-таки, наверное, есть и это там, где с этим сертификатом можно привезти что-то в сторону. Совершенно точно. Здесь будут все остальные семена. Например, можно ввозить при наличии фитосанитарного сертификата семена ягод, раститель, травы, семена пряных растений, листовая капуста, например. Такие простые те культуры, которые не считаются сельскохозяйственными. Мы понимаем, что простому дачнику, огороднику, любителю это будет сложно определить, какой и куда идет. Поэтому мы всегда помогаем при обнаружении определить те семена, в какую категорию они относятся. Ну, возможно, кто-то занервничает сейчас. Как простому человеку понять? Вот едет, я не знаю, бабушка, дедушка из Ивангорода в Нарву, там с собой апельсин, помидор, заберут на границе или как это работает все? Совершенно точно. К сожалению, все те фрукты, овощи, растения, у которых нет с собой фитосанитарного сертификата, они подлежат конфискации. Если данные товары неким образом не спрятаны, например, бабушка приходит и говорит, что вот взяла с собой в дорогу два яблока, что мне с ними делать? То в таком случае, как правило, мы не наказываем человека, мы предлагаем ему передать данный товар в государственную собственность. После этого мы храним их в замороженном виде в холодильнике, чтобы не распространялось заболевание. И после этого идут товары на уничтожение. Ну, хорошо. А если человек захочет все-таки получить фитосанитарный сертификат, насколько сложно его оформить, скажем, в России или в той же Белоруссии? Тут хотелось бы напомнить зрителям, что несмотря на ту информацию, которая распространяется в интернете, фитосанитарный сертификат – это все-таки официальный документ определенного вида, который выдает фитосанитарная служба. В России это будет Российскодснадзор, который федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю. Наши коллеги из сельскохозяйственного департамента с ними связывались, чтобы уточнить саму процедуру. И мы получили ответ, что процедура очень сложная. Во-первых, специалисты хотят получить образцы для проведения всевозможных анализов, для выявления вредителей или заболеваний в семенах или растениях. И к тому же эта процедура платная. Наверное, особо проблемы из-за этого испытывают люди, которые живут в водоверном, у которых, например, дачи на территории России. То есть для них вообще никаких лазеек нет, что вырастил в России, то ешь в России, сюда не вези. Так получается? Первый совет – это все-таки попытаться получить фитосанитарную сертификацию. Второй наш совет – поскольку ограничения действуют на свежие фрукты, овощи, делайте на российской стороне заготовки. Компоты, варенье, соленье. То есть в таком виде в банке можно будет провести их? Таких проблем не возникнет? На обработанные фрукты, овощи требования по фитосанитарным сертификатам не распространяются. Вы сказали, что человека, который взял яблоко или апельсин в дорогу, его не накажут. А вот если человек, зная об этом запрете, все-таки… Спрятал в сумку поглубже. Да, попытается провести какие-то семена, его поймают с поличным, что называется. Тогда какое наказание его может ждать? За все нарушения таможенных правил следует наказание до 1200 евро. Размер наказания рассматривается в каждом случае индивидуально. И зависит от того, например, если это будет спрятано где-то глубже в сумке, чтобы было трудно найти, или где-то, не дай бог, под подкладкой сумки, то в таком случае это контрабанда, и наказание будет более суровое. Спасибо большое. У нас в студии был специалист по развитию налоготаможенного департамента Александр Миксюк. Спасибо большое.